АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Я рад, что мы сегодня здесь вместе собрались. Очень красивая студия, атмосфера хорошая, лица улыбающиеся. Спасибо вам. Пользуясь возможностью, я хочу всем зрителям этого замечательного нашего телевизионного канала «Культура» передать огромный привет, поблагодарить умную, образованную публику, которая смотрит этот замечательный канал, один из любимых моих каналов телевизионных. Поэтому я всех зрителей этого канала приветствую. Смотрите и в том числе замечательную программу «Линия жизни». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, здесь всегда очень интересные появляются люди. Но я рад, что сегодня среди интересных людей вы пригласили меня. Задавайте вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгений Владимирович, здравствуйте. В одном из своих интервью вы сказали, что вы самый счастливый человек. Поделитесь, что такое счастье Евгения Герасимова? Спасибо. Я единственное в интервью не сказал, что я самый счастливый. Но то, что я счастливый, это точно. В молодости я для себя определил, что если ты хочешь быть счастливым, то ты будешь им, потому что ты должен сам этого хотеть. Будь счастлив. И ты будешь счастливым. Оно внутри тебя – счастье. Так я как-то вот с этой своей точкой зрения и живу. Я делаю в жизни ровно то, что я хочу делать, то, что я люблю. Поэтому не случайно я учился в разных школах, закончил физико-математическую школу. В детстве снимался кино. После фильма «Человек, которого я люблю», меня приглашали в разные картины. Но я не собирался быть артистом. Я видел, что актерская профессия, она очень такая, знаете, непредсказуемая. Она очень зависимая профессия. А я человек такой вот, в общем, не люблю быть зависимым. И я занимался, готовился к поступлению в технический вуз. Я отказался сниматься в фильме у Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Ну и других картинах. Но потом все-таки произошло то, что называется «Прикосновение». Был такой фильм Бергмана «Прикосновение». Вот, видимо, прикосновение к искусству произошло. Но я не буду всего сейчас много рассказывать. То есть я в жизни в результате отказывался от чего-то, потому что на том этапе считал, что для меня это важно, что я это люблю, я это хочу делать, и этим буду заниматься. Я поступил в театральное, все-таки вместо Бауманского института. Я выбрал театр. Вначале собирался в другой театр. Но вот для себя принял решение, я пойду именно туда. Потом я принял решение уйти из театра, потому что мне тесновато стало в замечательном театре Маяковки. И вообще я уже как бы созрел для того, чтобы стать самому режиссером. Но в результате остановился на предложении Станислава Повщича Ростоцкого. Он мне предложил как художественному руководителю заниматься третьим творческим объединением на студии Горького. Я согласился и отказался в это время сниматься в кино, снимать кино. Мне интересно было организовать производство. Мне хотелось сделать так, чтобы в объединении были разные картины. Картины для фестиваля, картины для зрителя, зрительский, чтобы успех был, чтобы молодежь поддержать там. Вот тоже такая работа. Потом студию стали разламывать. Я занялся и бизнесом, и у меня своя студия была и так далее. Я сам снимал документальные хроники. Один из первых стал снимать клипы. Ну и это стало мне не очень интересно. Занялся другим делом. Потом возникла ситуация, когда мне предложили попробовать себя стать депутатом, потому что я занимался много социальными вопросами актеров, пожилых актеров старшего поколения, которые в 90-е оказались без денег и оказались никому не нужными. Я счастливый человек, вот реально, потому что я живу и делаю то, что я хочу. У меня были, так сказать, проблемы со здоровьем. Но я не жалею того, что я снимался, упал с десантного тренажера, у меня все там ноги тазобедренные, чашечки коленные, все это у меня было поломано. Но, тем не менее, я являюсь черным поясом по каратэ и пятым данным. У меня порядка 42 школ каратэ, всестилевое каратэ. Я президент Московской ассоциации боевых искусств по каратэ. Спасибо. Ну уж тогда к спортивным все дорасскажу. Мастер спорта по легкой атлетике, кандидат по авторали и конному спорту. Ну, сейчас реже я могу себе это позволить. Я люблю семью свою. Я стараюсь сделать так, но по два дня не всегда получается. Но один день я обязательно посвящаю. Всегда посвящал. Когда и дети были маленькие, теперь у меня вот такие же уже внуки. Вот. Все равно я обязательно старался там день-два побыть с ними. Продолжаю делать то, что мне интересно и нравится. Вот играю в двух спектаклях в Ленкоме. Теперь Ленкома Марка Захарова. Ну вот он меня пригласил в этот театр. Говорит, Жень, ну тебе, наверное, надоело уже так. Ну, хочется сыграть. Я говорю, мне ничего не надоело. Марк Борисович Варшавер говорит, Жень, ну почитай пьесу. Я взял пьесу, смотрю. О, это «Маленький принц Экзюпери», моя любимая постановка, любимое произведение. Пришел домой, Жень, я говорю, Маша, мне предложили в театре сыграть маленького принца. Она говорит, ты на себя в зеркало давно смотрел? Да, «Маленький принц». Я говорю, Маша, ты не понимаешь. Много видел разных постановок, но здесь и «Маленький принц», и «Пилот» – это один и тот же герой, понимаешь? Таких еще постановок не было. Ну вот через 35 лет я играю этот спектакль в театре. Вернулся на сцену. Огромное удовольствие от этого получаю. Но это я получаю удовольствие. Это мое хобби сегодня. Я четко знаю, я сегодня профессиональный депутат. Профессиональный политик, если надо. Потому что, занимаясь депутатской работой, ты все равно являешься, хочешь или не хочешь, являешься политиком. Потому что ты отстаиваешь одну или другую сторону. Или третью, или четвертую, или пятую. Я, как бы, думаю, что сам себя сделал. Сам себя сделал. Вообще, я родился восьмимесячным. Ну, таким маленьким. Думали, что я вообще не выживу. Нет, видите, жажда жизни, желание жить, видимо, она уже тогда проснулась. Говорят, восьмимесячные редко выживают. Но если выживают, оказываются, ну, очень талантливыми. Ну, поживем-увидим. Поживем-увидим. Здравствуйте. Расскажите историю своей семьи. Семья. У меня я родился в счастливой семье. Папа с мамой очень любили друг друга. У меня еще сестренка есть, которая на 4 года помладше меня. Папа был фронтовик, ушел на фронт, вернулся без ноги. Он был очень талантливый человек, он мог быть очень хорошим художником, да кем угодно. Но так сложилось, что ушел добровольцем на фронт. Вернулся. У нас так получилось, что мужчины в семье и папы, и мамы погибли. Вот у мамы было 4 брата и 4 на войне погибли. Три сестры вот остались, тетки мои замечательные, с кем мы очень дружно жили. У папы сестра родная, отец погиб, мама, значит, тоже не дожила во время войны. Учитывая, что папа был на костылях, я, как говорил Михаил Иванович Пуговкин, меня воспитывала улица Плющиха. Я учился отлично, поэтому уроки быстро делал, и все остальное было на улице. Так что меня там знали. Я даже думаю, что если там кто-то из тех остался, те тоже до сих пор помнят меня. В хорошем смысле слова. Я всегда заступался и всегда старался справедливо решать ситуацию. Хотя, когда там двор на двор дрались, меня от младших всегда выставляли. Там не всегда был моего возраста там напротив. Но, тем не менее, меня это не смущало. Папа был закройщиком. Был один из лучших закройщиков города Москвы. Ну, а значит, и к нему из других городов приезжали делать свои костюмы, заказы. Вот, поэтому жили мы хорошо. Ну, все, в жизни все относительно. То есть я научился ценить то, что отец много работает, мама не работала. Она вот занималась нашим с Леночкой воспитанием. Счастливое время. Дружная была у нас коммуналка. Там семей было восемь, по-моему. Воспитывались вместе. До сих пор дружим. Вот такая семья. На сегодняшний день у меня сын-дочь. Вот. Закончил МГИМО сын. Дочка закончила институт иностранных языков. Я считаю, что они состоялись. Работают. Успешно работают. Сын мне подарил, теперь, знаете, надо посчитать, он очень быстрый у меня, значит, пятерых внуков, не ошибся я, нет, или четверых, 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 два мальчика и две девочки. Одна уже взрослая. И дочка подарила мне еще одну внучку. Вот это вот у нас теперь вот такой большой, большой семейный круг. Вот. Так что, ребята, жизнь-то прекрасна. Жизнь, просто нужно тоже видеть в ней хорошее. Вот я вижу там вот женщину, вдалеке сидит. Она со мной, вы же со мной согласны, что жизнь прекрасна. Вот. Молодец. Евгений Владимирович, уточните, пожалуйста. Вы увлекались наукой, а почему и как вы оказались в кино? Учился в физико-математической школе, мне очень нравилось, мне нравилось начертательные геометрии, я любил чертить, я готовился, когда в Баумовский вуз, там, по тетрадям решали уравнение и так далее, все мне это очень нравилось. Но в детстве вот произошло прикосновение к искусству. С улицы меня позвали сниматься. Ребята говорят, что вы хулиганите, давайте в кино сниматься. Ну, обрадовались, роли распределили. Да, кто покрепче партизана-чекистов, кто, конечно, послабее немцы играл, заигрались, пришли на следующий день в школу. Ну, и одного из будущих артистов, так называемых, учительница, позвала к доске. Он говорит, а мы вообще теперь артисты, нам учиться-то ни к чему. Да, говорит, а вот это ты знаешь? Он говорит, да нет, ну, тогда ему двойку. А кто еще артисты? Он нас выдал. Мы все получили по двойке, потому что, так сказать, заигрались тогда. Она говорит, а кто это? Ну, нам сказали, чтобы вы поехали на Мосфильм, там на таком-то троллейбусе, седьмой, по-моему, троллейбус ходил. Она говорит, это авантюристка, вас разденут, ограбят, а там еще деньги будут за вас родители выплачивать. Ну, в общем, мы испугались, никуда не поехали. Ну, потом эта ассистентка дозвонилась до наших родителей, и мы уже никому ничего не сказали в школе. Взяли по перочинному ножу, помню, у меня лисичка такая была, и поехали на Мосфильм. Ну, все оказалось благополучно. Вот. Посадили нас в какую-то комнату, а когда приехали на Мосфильм, прохожу по... Вот вместе мы там идем, проходим по павильону, а там какая-то царь рыба, там еще какая-то... Там целое озеро плавает красиво. На другом павилене еще что-то идешь, смотришь фотографии. Вот тут Тихонов идет, там Баталов. Думаю, о, как это все интересно. А нас посадили в комнату. Посадили в комнату, говорит, учите эти слова. Ну, я что там быстро выучил. Думаю, что я тут буду сидеть? Я говорю, вы знаете, я в туалет хочу. Ну, да вот иди вот там вот туда. Я пошел гулять на Мосфильм. Шел там, смотрю. Какая-то другая женщина мне говорит. Мальчик, а ты куда? Я говорю, я вот туда. Она говорит, пойдем, я тебя сфотографирую, и нам тоже мальчик нужен. Ну, я говорю, ну, пойдемте сфотографируем. Меня сфотографировали, я вернулся. Лето было. А летом меня обычно в деревню отправляли. И в этот раз тоже, не дожидаясь, так, возьмутся, сниматься. Ну, родители думали, конечно, ну, с чего вдруг меня возьмутся, сниматься. И меня отправили далеко в деревню. Пришло приглашение сниматься. Родители, ну, куда? Тогда, это сейчас можно так быстро. А тогда, когда меня завозили в эту деревню, сначала на машинах ехали ночью, там, потом на лошадях с оглоблями, там, это самое. То есть оттуда выбраться было очень нелегко. Поэтому, он говорит, ну, значит, он уже не может. А меня утвердили к великому Барнетту на фильм «Подросток». Но фотография моя осталась в учете. И потом я вот снялся в фильме «Они не пройдут», потом фильм «Человек, которого я люблю». Я не хотел сниматься, не хотел быть артистом, потому что я видел, я об этом говорю, я видел, что профессия очень субъективная, зависимая профессия. И продолжал заниматься вот математикой, физикой. Но почему опять произошло прикосновение? Потому что фильм посмотрел главный режиссер театра Вахтангова Рубен Симонов. И он пригласил сценариста и режиссера Юлии Карасика, пригласил, чтобы они написали пьесу для театра. И говорит, а вот паренек у вас играл такой, наверное, в артисты ходит. Он говорит, да не, он математика и там это говорит. Да ну что вы, пусть поступает в Щукинское училище, я его потом в театр возьму. И вот эти слова, они на меня подействовали. Великий, Рубен, Симонов. Я пошел поступать. Ну так, без особой подготовки. В Щукинское, Щепкинское пошел. Потому что проверял, думаю, ну а вдруг я окажусь там потом в массовке сниматься. Где понять, что талантлив ты, не талантлив. Вот Гейтис пошел. И везде меня принимали на третий тур. А потом надо было сдавать документы. Сдал в Щукинское, поступил. Но когда я поступал в Щукинское, я продолжал ходить и заниматься математикой. Понимаете, тут пришел басню, стихотворение рассказал. А потом иду и опять занимаюсь графиками там и всем остальным. И опять ни о чем не жалею. Значит, так и должно было быть. В 66-м году вы сыграли в фильме «Человек, которого я люблю». Во, да. «Родька, ваш ровесник». Да. Когда вы снимались, вы понимали чувства героев? Как вы изменились после роли? Я повзрослел. Была замечательная книга Завольнюка «Дневник Родьки трудного человека». И вот я прочитал эту книгу, она мне очень понравилась. И мне хотелось быть таким, как он. А Юлия Юрьевич говорит, Карасик, он говорит, да это ты. Это ты такой. И, наверное, многое из того, что есть в моем герое, стало моим. А многое мое стало ротикой. Вот так вот. Саша звонил. Ну что? Спрашивал, как мы живем. Что ты сказал? Ну, что хорошо живем. Про телевизор сказал. Отвертка нужна. Возьми. Вы снимали с величайшим Георгием Жоновым. Расскажите, пожалуйста, какое впечатление он у вас произвел? И как помог освоиться на съемочной площадке? С удовольствием расскажу, потому что во многом освоиться на съемочной площадке помог ему я. Потому что меня практически утвердили без проб на эту роль. Юрий Юрьевич, когда меня увидел, сейчас сказал, вот он будет играть. И все артисты, которые играли в этой картине, их пробовали вместе со мной. И первым отцом у меня был не Жонов, а начал сниматься Юрий Васильевич Горобец. Замечательный тоже актер. Режиссер, кстати, он играл один раз уже моего, а потом играл, потом он играл моего отца в фильме «Обвиняется в убийстве», Юрий Васильевич Горобец. Там, где меня убивали, он играл моего как раз отца. Его просто не отпустили на съемки, режиссер театра. И срочно нужен был, знаете, другой отец. И в коридоре появился масс-фильм Жонов. И Карасик был очень довольно стремительный, он говорит, вот давайте его. И мы сделали с ним пробу. И я уже, как знаете, я там был уже своим на съемочной площадке. И в принципе, когда мне говорят, вот, а вы знаете, а вот кто у вас, ваш, там, я не знаю, любимый актер, кому вы хотели подражать? Я никому не хочу подражать. Я ровно такой, какой я есть. Но, конечно, я для себя, я учусь, когда я смотрю на замечательного актера и вижу его в этой роли, я для себя пытаюсь понять, и что же меня так взволновало, почему он мне интересен. Вот, поэтому с Георгем Степановичем мы стали, на самом деле, очень близкими. Евгений Владимирович, вы 8 лет прослужили в театре имени Маяковского. В то время это был театр настоящих звезд. Как они вас приняли и чему вы у них научились? Спасибо вам за вопрос. Как и в кино, так и в театре, я, конечно, чему-то учился, обязательно. И в театре Маяковского играл потрясающий актер, не знаю, знаете, хотя нам все потрясающие, вы правильно сказали, что это звездный был театр, Армен Борисович Джигарханян. Мне очень нравилось, как он играет, вы понимаете, он вроде бы не сильно, казалось бы, перевоплощается, но настолько он брал любой характер, делал его самим собой, и, казалось бы, одинаковый, но он был все время разный. Как он играл в «Беседах Сократа», как он играл в «Разгроме». Кстати, первый мой ввод в театре, это, так сказать, ты вводишься в роль спектакля, который уже шел, был спектакль «Разгром», который в свое время поставил Марк Анатолий Захаров. И Джигарханян там играл Левинсона, потрясающе играл. И Гончаров Андрей Александрович, поскольку я говорил, я спорил с ним, а с Гончаровым могли спорить только 20 человек в театре, это Джигарханян и Доронина. Он как-то так слушал их. Ну, меня он не сильно слушал, но я все равно продолжал всегда быть самостоятельным и вел свою позицию и точку зрения в театре. Вот он мне подарил такую замечательную работу, как старик-кореец, который, так сказать, умолял, чтобы его свинью, значит, оставили семье. Если вы знаете это произведение «Разгром», то вы представляете. Вот зрители плакали, артисты все смеялись, даже вынуждены были, когда я вышел на сцену, повернуться спиной к зрителю, потому что они, конечно, не ожидали увидеть молодого человека в роли старика-корееца. Но Марку Анатольевичу Захарова понравился мой. Он говорит, ну ты классный дед, кореец, ты настоящий кореец, вот так вот сыграл. Это счастливое время было работы в этом театре. Я играл там и главные роли, разные играл, но все равно всегда старался не забывать, что сегодня у тебя есть роли, завтра их может не быть. И поэтому я занимался многим. Я много снимался в кино. В кино я только один раз прикоснулся к классике. Достоевский подросток играл князя Сергея Сокольского. А вот на радио в постановку Алексея Владимировича Батала были и казаки, и поединок по Куприно казаки по Толстому, и Герои нашего времени, и Ромео Джульетта, и другие работы. То есть вот такая была потрясающая, интересная работа на радио. Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, что такое для актера своя афиша? Понимаете, есть люди, которые просто ездят, встречаются с населением, чего-то рассказывают, играют там и так далее. А есть афиша. То есть ты должен сдать программу, и тогда получишь афишу. Ты рассказываешь, ты поешь, ты читаешь стихи, ты показываешь фрагменты. То есть это должна была быть цельная программа, полуторачасовая. И я вот такую программу сдал, получил тарификацию, оценку, и ездил по всем городам нашей страны, от Владивостока до тогда по Прибалтике ездил, и в Казахстан ездил, и куда угодно. Ну, в основном по России, конечно, ездил. А, смешная история, сейчас расскажу. Какой-то был у нас вечер, посвященный там чему-то, там банкет был. Утро, звонок, ранний звонок, супруга, значит, рядом. Значит, мне говорят, Евгений Иванович, не хотите ли поехать в Конго и Бразилию с утра? Я говорю, жена меня в Конго и Бразилию зовут. Вот, знаешь, я поеду, она говорит, езжай, езжай так, езжай. Я говорю, хорошо, что мне нужно, говорит, а вот это самое, туда-туда-туда. Ну, пришел, говорит, надо теперь сделать укол от желтой лихорадки. Мне мой родственник говорит, зачем тебе? Я говорю, ну, Бразилия, много обезьян, там все, да, я знаю. Значит, надо сделать. Сделал, потом паспорт, оформление, говорит, вы руководитель поездки. Думаю, ничего себе. За день мы получаем паспорта, я читаю в паспорте и написано. Луанда и Бразилию, это, значит, вместо Конго, это Бразилию был, оказывается, понимаете? Вот, а там как раз боевые действия шли. Ну, теперь все знают, что в Анголе, это Ангола, в Анголе были и наши солдаты, там кубинцев было много. И, в общем, под, так сказать, выстрелы ездили на бронетранспортере, там была защита и там, и там приезжали, на рубежи, где были тоже наши солдаты под открытым небом, выступали. Когда я был в Конго, нам, говорит, очень важно, чтобы, когда вы встретитесь, если получится, с их министром, чтобы нам дали какое-то время на телевидении, потому что вот сколько делегаций не приезжало, не давали. Я приезжаю к этому руководителю департамента, так все хорошо. Я говорю, я бы хотел встретиться с населением, хотя бы и так, и на телевидении, рассказать о нашем кино, рассказать вот о том кино, которое я вам привезу, а я тогда привез фильм «Вам и не снилось». И я говорю, а скажите, пожалуйста, а что такое, почему в городе нет моих афиш? Я так по-наглому себя вел. Говорю, почему нет? У вас Бельмондо там висит. А что, понимаете? А почему не я? Бельмондо во Франции, да? А вы знаете Советский Союз? Сколько у нас населения и сколько во Франции? Так вот, меня знают во всей нашей стране. Посчитайте. Ну, я им навешал лапши там сколько угодно. Вот. В результате нам дали почти 30 минут телевизионного времени в новостях. То есть и фрагменты показали, и фестиваль, который мы привезли. И дали каждому там... Ну, мне 5 минут дали говорить. Жене моего друга, киноведу, дали там 3 минутки сказать. И еще сопровождающим. Для МИДа, для всех, кто это был подарок. И потом на наш фестиваль пришел сам министр. Ну, это вообще было. Вот. Но я убедил, что наше кино лучшее в мире. Вот. А Бельмондо рядом со мной. Понимаете? Я очень люблю Бельмондо. Но он на меня бы не обиделся, если бы, да. 53 миллиона зрителей посмотрели Петровку 38. Этот советский блокбастер сделал вас знаменитым. Вы, Юматов и Лановой, как вам троим удалось создать такую прекрасную атмосферу? Да, на самом деле, у нас во время съемок была замечательная атмосфера. Мы очень подружились. Ну, с Лановым мы знакомы были давно. Он щукинец, вахтанговец. Я немного играл в театре Вахтангова, будучи еще студентом. И как-то у нас очень быстро произошло такое четкое взаимопонимание. Василий Семенович, его в щукинском и вахтангском называют Васи Высочество, после того, как он стал играть в «Принцессе Турандот» Калафа. И у нас должен быть съемочный день. Лановой чего-то опаздывает. Вот приезжает, знаешь, меня задержали на Смоленской площади. И вот показывает, тогда удостоверение водительское делали, талон был. И там делали дырки. Вот две дырки сделают, значит, уже там штраф. И вообще могут на какое-то время лишить права ездить на машине. И он, представляете, останавливает. А я тороплюсь, чтобы не опоздать на съемки. Останавливает. Милиционер тогда, значит, не полицейский, как сейчас. Говорит, о, представился. Ой, да, Василий Семенович, да. Он улыбается, Вася, да. Ой, а вот это какая картина с вами была. Как я люблю вас в этой роли. Говорит, да, да, да. Ну, ваши права, давайте сюда, да. Так, да. А, да. А, у вас уже дырочка одна есть. Он говорит, ну, вот одна дырочка, да, есть. Очень тороплюсь. Еду сниматься в кино. А вот мы, Петровка, ой, говорит, ну, как здорово будет. И так, шлепся ему в следующем. Вася говорит, ну, что же вы. Он говорит, ну, правила надо знать. Езжайте, езжайте, только не нарушайте. Вася приехал, расстроенный. Я говорю, Вася, ну, как же, ну, а вот это, а это. Вот, Юматов над ним тоже подшутил. Вот. Ну, в общем, вот так вот мы очень дружно снимались. Летали. Сухуми на съемки. Как-то мы задержались, я помню, не было самолета. Там почему-то задержали. И стюардессы, которые должны были тоже на этом рейсе, говорит, вы знаете, что вы здесь будете ждать? У нас здесь вот, у нее здесь дом. Ну, давайте чего-нибудь, мы вас покормим. А Василий Семенович очень любил мамалыгу, он же с Украины. Говорит, ну, давай. Ну, а как же самолет? Он говорит, стюардессы, без нас не улетят. А теперь и без вас не улетят. Мы туда, с ними там, и мамалыги, и еще чего. И вообще так вкусно было. И потом они говорят, вы теперь нам только говорите, когда вы прилетаете, мы всегда будем вашими стюардессами. И будем к нам заезжать. Дружили, отдыхали, встречались. И потом очень много общались с Василием Семеновичем. Очень много. И с Юматовым. С Юматовым совсем как просто, как братья были. Вот. Поэтому, наверное, вот такая атмосфера и получилась. За многом она за счет и режиссера Бориса Григорьева, оператора Игоря Клюбанов. Ну и сам Юлиан Семенов написал такую замечательную, замечательную историю. Ну как, ты готов, Валентина? Да, почти. Только, по чести сказать, мне что-то не очень нравится этот садчиковский план. У тебя есть встречный? Нет, но прочесывать улицу Горького... Что, чтобы генерал его поддерживал? Корпоративность и дружество. А не если это, товарищ Росляков, проявление беспринципности. Смотри, а то мы тут посоветуемся кое с кем. Ну вот, сразу видно, фабрика, большевичка учла критические замечания трудящихся. Да. В нашем буфете как и с вами. Ух ты! Угощайся. Аленка с нами пойдет? Да. Кончит писать сочинение, я его к вам подключу. Евгений Владимирович, вот до сих пор и взрослые, и дети обсуждают вашего робота-вертора. На ютубе ведут дискуссии по поводу его рабочей биографии, кем он был до того, как стать служащим Института Времени. Вот расскажите, пожалуйста, а как у вас родилась идея создать такого интересного героя? В книге поначалу же ведь даже и не было такого героя. Да. Я дружил с режиссером этого фильма. Ну, мы дружили, естественно, до этого фильма. Павел Арсенов. И он как-то мне говорит, Женя, а вот я сейчас начинаю по Балучеву снимать гостей из будущего. Не хочется сняться там. А мне все время хотелось, вы знаете, с детства, как я увидел тогда, принцесса плавает на, так сказать, на челне в этом самом, в павильоне Мосфильма. Все время хотелось в какой-то сказке сыграть, там, подурачиться. А то у меня же все в основном роли, вот, так сказать, полицейские, милиционеры, чекисты, там, социальные, там, разные. Хотя, нет, разножанровые у меня, конечно, и картины, и роли. Ну, сказок не было. Ну, это хоть не совсем сказка, но почти. Я говорю, да давай. Ну, говорит, почитай, мы там вместе с тобой что-то придумаем. Ну, вот, практически роль рождалась на съемке. На съемке придумывали, Булычев нам тоже подсказывал, помогал, каким должен быть наш робок. Не хотелось, там, быть похожим, там, на Шварценеггера или на кого-то. Хотя я в то время был тоже накачан неплохо. Вот, мог бы раздеться, может быть, даже посимпатичнее выглядел, потому что он слишком здоровый. Вот, но это я шучу. Кому что нравится. Правда же, женщина? Да, кому что нравится. Хотел сделать его каким-то человечным. Ну, вроде оно так и получилось. Походку, смех я этот его придумал, чтобы он был такой. Даже один раз, я помню, ехал в автобусе по Кутузе, тогда он назывался Калининский проспект. Сидит мальчишка, видимо, тоже едет от врача, у него рука в гипсе. С дедом, видимо, ехал. Он говорит, дед, а вот скажи, у меня вот этот врач-то был хороший? Дед говорит, конечно, очень хороший. Да, ты знаешь, а вот как бы показать робота этому врачу? Может, он его починит? Ну, дед говорит, ты знаешь, вот все-таки врач-то, это человеческий врач. А это же робот. Вот мальчишка говорит, дед, это же самый человеческий робот. Может быть, он все-таки починит его. Мне даже потом, ну, когда уже подошли к съемкам, когда меня убивать должны, Арсенов говорит, слушай, что-то жалко тебя убивать. Может, все-таки давай воскресим. Я говорю, ну, ты знаешь, это как вот Чапаева воскрешать. Вот пытались его, а фильм-то неудачный получился. Если уж убили, то убили. Как я сразу не догадался по твоему облику. Нет, мне положительно пора на свалку. И все она. Вы говорите о той женщине, которая здесь была. Вот именно. Погубить репутацию такой прекрасной женщины, как Полина. Из-за какого-то глупого мальчишки, который сует свой нос, куда не следует. Вы понимаете, я за кефиром пошел, а тут Фимка, а там она. Она. Ты думаешь, я в нее влюблен? Нет. Я на нее буквально молюсь. Как вы решили заняться режиссурой? Когда я снимался в «Человек, которого я люблю», я восхищался режиссером Юлием Карасиком. Я понял, что это удивительная профессия. Потому что все, и оператор, и актер, и художник, и по костюмам, и гримх, кто угодно, и композитор, все слушают режиссер и выполняют его пожелания. То есть он создает тот мир, с которым он хочет поделиться с его зрителем. Он хочет рассказать то, что его волнует, и хочет это рассказать именно так, как он это снимает. И просто когда я закончил школу, ну, я понимал, что я не могу на режиссура поступать. Я был еще, ну, мало видел жизни, мало опыта жизненного было. Мировоззрение еще не сформировалось. И поэтому, когда я понял, что мне в театре Маяковского стало тесновато, я решил поступать на высшие режиссерские курсы. Для меня очень важно было попробовать себя. Себя в режиссуре. Первая картина была короткометражная по сценарию Виктора Мерешко. «Визит». Она получила разные призы на разных фестивалях. Потом «Очень важная персона». Потом «Не ходите девке замуж», которая тоже побила рекорды по зрительскому успеху. Она и сейчас с большим, я знаю, удовольствием у него смотрит. Женщина так показывает, да? Согласен с вами. Но я это все очень быстро снимал. И вовремя, как я уже об этом говорил, две картины, когда молодой режиссер снимает, он имеет право получить статус режиссера-постановщика. Я его получил. Потом была следующая картина, которую я очень хотел снимать «Забавы молодых». У нее особая судьба. А потом была картина «Поездка в Висбаден по мотивам Тургенева в Вешние воды». Режиссура удивительная, потрясающая профессия. Я продолжаю быть и актером, и режиссером. Но сегодня это мое хобби, потому что я люблю сегодня сделать то, что ты можешь сегодня сделать, и то, что реально останется. Останется в памяти у того или другого человека, или у той другой семьи, либо даже у организации. Вот потому что ты им помог. Потому что сегодняшние, извините, многосерийные часто картины, которые я вижу на экране, бывают даже симпатичные. Но смысл, вот ты в ней снялся, это не значит, что ты чего-то в жизни сделал. А помочь хотя бы одному ветерану, или вот у меня есть несколько колясочников, вот если не я, я знаю, никто, кроме меня, им не поможет. Ваши фильмы очень полярные по темам. Комедии, социальные драмы, историческое кино. Чем определяется выбор жанра и эпохи? Хороший вопрос, спасибо. Вы знаете, вот эти первые две картины, просто появился сценарий в объединении, где я короткометражку снимал. Конечно, короткометражку я сам выбирал себе автора. Виктор Мерешко, замечательный автор, и он поверил мне, молодому тогда еще, начинающему режиссеру. В объединении оказался сценарий Сережи Бодрова. Тогда Сережа, сейчас популярный, стал тоже и автор, и сам кино снимает. Сергей Бодров старший. Вот фильм «Очень важная персона». И у него же уже был написан сценарий «Не ходить девки замуж». Совсем другой фильм, я в другом жанре его и делал. Потом я уже искал и выбирал то, что мне нравится. Договорился с Мерешко, переписывал сценарий, подлюбшина переписывал, потому что мне очень хотелось, чтобы он играл. Ну, там тоже у меня замечательные актеры. И Мариночка Зудина, Нина Русланова, и Невинный, и Парфенов, и Витя Павлов. Что вам нужно, Меню? Я не могу без вас. Ну, тройку твою свою в семестре будете иметь, зачем вы так разволновались? Вы что думаете, что вот из-за этого я на такое решилась? За кого вы меня принимаете? Когда вы играли Голощокина в фильме «Романова. Венциносная семья», человека, организовавшего расстрел царской семьи, думали в этот момент о репрессированных близких? Погружаясь в образ, вы смогли ответить себе, что руководило этими людьми? Да, я очень люблю картину, хорошие картины, и роль очень интересная, хотя и не такая большая, но историческая роль Шаи Голощокина. Глеб Панфилов очень интересный режиссер, глубокий, вдумчивый, любит историю, вникает в нее. Вы понимаете, у актеров есть такое правило. Это у тех, которые хорошо школой владеют. Меня хорошо учили великие вахтанговцы. Ты должен оправдать действия своего героя. Ты можешь как человек его не оправдывать, а как актер, который играет его, ты должен оправдать его действия, иначе это будет неправда. Я не думал, о чем вы говорите, о том, что он был, может быть, одним из самых первых людей, который принял решение о расстреле. Я оправдывал действия своего героя. И я не думал о том, что и как это будет оценено. Я для себя был абсолютно искренен и справедлив в том, что делал мой герой на съемочной площадке. У меня была еще такая роль, сейчас не помню, она сначала «Мятежные баррикады», как-то она потом по-другому называлась. Мы с Колей Еременко играли двух героев. Вот мы сняли картину. Я тоже оправдывал своего, в общем, отрицательного героя, который, значит, вот у Коли абсолютно положительный, а у меня получался отрицательный. А мы друзья, но любили одну девушку. И я оправдал действия своего героя исключительно из-за любви к этой девушке, которая стала с Колей. Когда посмотрел этот фильм Сергей Аполлинаевич Герасимов, он посмотрел и сказал, вы знаете, зритель-то будет на стороне Герасимова. Знаете, вот на стороне Герасимова, а не на стороне главного героя. И что они сделали? Я там себе такие тонкие вещи придумал, так это как я из одной сцены, как другую. Мы с Колей стоим, разговариваем, они пустили закадровый голос, что... А в это время, там, Колин Герой, не помню, как его зовут, не думал, что его близкий друг проложил дорожку в охранку. Я не прокладывал туда дорожку. Понимаете? Герой мой не прокладывал, а они уже сразу меня сделали отрицательным. Понимаете? То есть, в общем, всю мою роль испортили, испортили, но в результате Колин Герой оказался положительным. Думаю, что зритель ему поверил. Вот так вот. Шварценеггер, Рейган, Доропека, Губенко. Да. А что вас привело в политику? Вот когда я был художественным руководителем третьего творческого объединения, мы снимали по семь картин полнометражных в год. Каждая картина, это многие думают, что вот съемочная группа, там 20, 30, 40 человек. На самом деле, на картине в среднем бывает по 2000 человек, которые работают на картине. Ну, это цеха, звук, цех, монтажные цеха, деревообрабатывающие, декорации, которые делают, и так далее. То есть, это целиком. И, значит, 2000 человек на семь. Значит, 14 тысяч зависели от того, насколько ты грамотно все это делаешь. Здесь и художественная составляющая, и экономическая. Но, помимо этого, они приходили ко мне как худруку, пусть я был самый молодой худрук тогда в советском периоде, на киностудии, но они приходили, кому нужно детский сад устроить, у кого крыша потекла, кому просто квартира нужна, и так далее, и так далее. Вопросов очень много. Кого в больнице нужно пристроить? Я сначала брал, чтобы пойти в высокие кабинеты. Тихонова он мне никогда не отказывал. Ножкина, вот молодец, да, тоже всегда помогал мне. А потом я сам стал ходить по кабинетам. И как-то вот пришел к Шансову Валерию Павлинычу, говорю, вот артистке, ну надо просто помочь, у нее тяжелейшие семейные ситуации. Он говорит, я этот вопрос не решу, это надо к Лужкову идти. Пошли к Лужкову. Ну вот он и говорит, ну может быть ты встанешь, попробуешь себя в депутатах, ты занимаешься все время социальными вопросами, ты нас тут уже достал своими вопросами. Иди вот, может быть, в Думу, потом и культурой бы там тоже мог заниматься. Вот так я оказался там. Ну то есть меня люди избрали. Люди избрали, я рассказывал, что я хочу, что я умею делать, что я делаю для людей, значит, я буду это делать и для вас. Вот. Мне поверили, и вот уже с 2001 года по сей день я являюсь депутатом Московской городской думы. Но когда стал депутатом, я избирался, я не был ни в какой из этих партий, я как самостоятельный депутат. Но потом стало обязательным, что ты должен быть принадлежать какой-то партией. Тогда у Юрия Михайловича была отечество партия, и то есть это уже как политик, да, ты входишь, и ты уже занимаешь определенную позицию. Для того, чтобы решать вопросы своих избирателей, нужно понимать, как тебя будут встречать в тех кабинетах, в которые ты будешь заходить. И будешь ли ты вообще заходить в кабинет. Вот я каждый четверг Юрию Михайловичу заходил в кабинет. В предыдущем созыве за нами тоже смотрят, проверяют, халтурят, не халтурят, сколько приемов ведет. Я веду четыре приема в месяц в разных местах. Дума, округ, партийный прием, и еще в Союзе кинематографистов, потому что я являюсь председателем Московской Организации Союза кинематографистов. Ну, чтобы им не ходить в другие места, я тоже там веду прием, потому что не только творческие вопросы, но и у каждого, у человека есть куча проблем и вопросов. Поэтому и там веду. Значит, 18 тысяч было зафиксировано за предыдущий созыв письменных обращений, только письменных. Есть вопросы, которые ты можешь по телефону решать, на встречах можешь решать. 74 процента, почти 74-73-74 процента считается положительно решенных вопросов. Поэтому вот то, что ты занимаешься людьми, как депутат, но ты являешься, конечно, и политиком. И когда пришел Владимир Владимирович Путин, так начала формироваться партия Единой России. Сегодня к ней много претензий. разные же люди работают в разных партиях и на разных местах разные люди сидят. Да, есть на местах и сейчас очень много проблем. Мы это знаем. Мы это знаем. Но он сохранил и сохранила во многом на том этапе именно Единая Россия. Я тогда просто понимал, что я должен подставить плечо, будучи депутатом, именно Путину. Я это сделал, о чем не жалею. Спасибо. Ну что же, мои дорогие друзья, а сейчас меня в Линкоме ждут на репетицию. Не буду рассказывать пока, что это возможно будет за спектакль, но два спектакля я играю в этом театре. Это «Маленький принц Экзюпери», называется «Странный народ, эти взрослые», и Людовика играю в спектакле, он называется «Сны господина де Малера», это «Кабала Святош» Булгакова. А Булгакова тоже, знаете, все случай. Я когда встречаюсь с школьниками, в институте, со студентами, я говорю, ребят, вот случай обязательно будет, важно уметь им воспользоваться. У каждого он бывает. Вот уметь им воспользоваться. Как в свое время я на Мосфильме воспользовался, пошел в туалет погулять, да, меня сфотографировали, стал артистом, понимаете, и так далее, и так далее. Это очень часто бывает, встретил человека, и это получилось. И вот в Ленкоме ушел из театра замечательный актер Вержбицкий. Он играл этого Людовика. То есть уже был спектакль. И мне говорят, Жень, может быть, сыграешь Людовика? Он очень хорошо играл, но я думаю, я сыграю по-другому. Очень яркая, многогранная фигура Людовика. Я думаю, я ее сыграю по-своему. Я играю ее по-своему, получаю огромное удовольствие. Вот я ввелся и играю вот этот спектакль. Мне очень нравится. А «Маленького принца» играю по субботу в воскресенье. И чаще всего у нас происходит по три спектакля в день. То есть я три спектакля... Говорит, ты устаешь? Я говорю, я только набираю удовольствие от игры. Ну что же, всего вам доброго. счастья, мира, здоровья, любви. И ходите в театр. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 uge McN quelques sustainable и еще para О'рheid y глухи, глухи, 流ту вы ... .... Продолжение следует...